МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите новости недели на телеканале Беларусь4. И всех событий, уходящих 7 дней, мы выделяем главные, не упуская ключевых деталей. Здравствуйте! Вход воспрещен. Как сегодня защищают леса региона от пожаров, методы приема и ресурсы. Две недели без горячей воды. Сократить сроки планового отключения возможно. Женщины могут все, а мужчины все остальное. Актуальное интервью с Галиной Пашет. Кому досталось золотое перо? Беларусь подвела итоги регионального отбора конкурса молодых журналистов. Все подробности этих и других событий из жизни региона в ближайшие 26 минут. Гомельская область – самый лесистый регион Беларуси. В жаркие летние месяцы леса становятся местом отдыха. По их тропам ходят грибники и ягодники. Одни проводят время культурно и не то, что сами не мусорят, но и за другими уберут. Кто-то наносит природе умышленный вред. То спичку непогашенную бросит, то костер не потушит. Но теперь посещение лесов запрещено абсолютно для всех. В очередной природоохранный рейд вместе со специалистами отправились наши корреспонденты. В лес сейчас нельзя никому. В регионе объявлен 4-й, 5-й класс пожарной опасности. Сберечь леса стремятся все службы, имеющие отношение к охране природы. Это не только работники лесного хозяйства, но и спасатели, экологи, специалисты инспекции охраны животного и растительного мира, даже управление внутренних дел. Предупреждают, ходят по домам, посещают места массового отдыха людей на пляжах, призывают через СМИ и работают с представителями всех уровней власти. Проводятся беседы с населением, раздаются листовки. В основном эти мероприятия проходят в выходные дни, в праздничные дни, когда скопление людей в местах отдыха в лесу, на речке максимальное. За нарушение противопожарной безопасности с начала года оштрафовано 83 нарушителя. Несмотря на то, что около лесов буквально на каждом шагу стоят таблички, запрещающие посещение, люди все равно идут в лес. Тут их встречают лесники и разворачивают обратно. Люди ходят за ягодами, идут, останавливаешь, предупреждаешь, они вроде понимают, возвращаются назад, на машинах бывает заезжают, ну, разворачиваешь их обратно. А настырные бывают такие? Да, которые на машинах в основном такие. Ну, правда, ничего-то покричит, поругается, но разворачивается все равно едет, знает, если что. Не представится номера записать, можно же в милицию позвонить. В день у лесника таких человек 10-15. В основном пожилые женщины, которые идут привычными тропинками в лес за грибами и ягодами. Кстати, во время рейда разъяснительной работой занимались все его участники. Нарушителей не выявили, но и с обходящими лес стороной тоже провели профилактическую беседу. А как вы вообще относитесь к лесу? Я люблю природу. Любите природу? Да. А как вот, мусор можно бросать в лесу? Конечно. А почему? Ну, это загрязняет окружающую среду. А если вы вот такой факт увидите, что кто-то мусор в лесу бросил, что вы будете делать? Ну, по крайней мере, ну, по меньшей мере, надо будет ему сделать замечание. С начала года в лесах Гомельской области произошло почти 100 пожаров. Это в 7 раз больше, чем за такой же период прошлого года. Для их обнаружения и оперативного тушения действуют пожарно-наблюдательные вышки, оборудованные камерами видеонаблюдения. Ими охвачено около 95% лесных площадей. Вместе с тем, сохранность прекрасных и величественных лесов Гомельской области зависит от каждого из нас. На кого не действует моральный аспект, тот будет платить штраф за нарушение. Посещение лесов в запрещенный период может обойтись наказанием в 25 базовых величин, а это более 600 рублей. Разумеется, в бюджете любой семьи такая сумма лишней не будет. К сожалению, сегодня граждане не понимают, что лес – это национальное достояние. И посещая его, они нарушают все требования, которые установлены, и тем самым это приводит к пожарам. Видите, что погодные условия сегодня сложились очень сложные. На территории Гомельской области ранее уже возникали пожары, сложные пожары, которые перерастали в верховые и угрожали населенным пунктам, которые размещаются в лесных массивах. Но ведь не только пожары – беда для лесной экосистемы. Люди, которые оставляют здесь мусор и наносят другой вред – вечная головная боль. Штраф за это 20 базовых. Правда, каждого за руку не поймаешь. С этой целью в лесах стоят фотоловушки. Они передают фото специалистам в режиме онлайн. С их помощью в этом году на нарушителей составили 16 протоколов. Основные причины – выброс мусора, несанкционированная рубка древесины, пренебрежение правилами противопожарной безопасности. Всего в регионе 140 фотоловушек. До конца месяца планируют докупить еще около трех десятков. Места установки фотоловушек, они меняются в зависимости от того, где предвидится лесонарушение или выброс мусора, или каких-то обозначили, что съезды появились, или незаконную добычу древесины, или незаконная вывозка древесины. То есть постоянно меняется место установки фотоловушек. Чтобы защитить леса в арсенале лесного хозяйства, есть и другие методы и способы. Но самый главный – это совесть человека. Чтобы ее использовать, не нужно никаких затрат. Просто не стоит забывать ее дома, прихозя в лес. Марина Джала, Анастасия Кучинская, Сергей Лукашок. Специально для «Новостей недели». Вы смотрите «Новости недели». Мы говорим о главных событиях, уходящих 7 дней. Программу продолжит обзор от службы информации. Гомельская областная нотариальная палата стала инициатором проведения круглого стола с представителями средств массовой информации. Журналистов пригласили обсудить вопросы совместного воспитания у граждан уважительного отношения к закону. Круглый стол нотряд из СМИ проводился во второй раз, хотя на практике с журналистами нотариус у Гомельского региона сотрудничает уже много лет. На этой неделе в стране стартовало централизованное тестирование. Испытания по 11 предметам будут проходить до 2 июля. В Гомельской области на ЦТ зарегистрировалось почти 12 тысяч абитуриентов. Им предстоит выполнить более 38 тысяч тестов. Для абитуриентов, которые были зарегистрированы, но не смогли принять участие в централизованном тестировании, по уважительной причине установлены резервные дни – 6, 8 и 10 июля. Также на уходящей неделе начался прием заявлений на поступление детей в первые классы школ и гимназии. До 28 августа в учреждениях образования будут работать приемные комиссии. Чтобы стать учеником гимназии, теперь важно, чтобы дом, в котором зарегистрирован будущий первоклассник, территориально относился именно к этому учреждению. У таких детей приоритет, остальные желающие зачисляются при наличии свободных мест. Сегодня отмечается День медицинского работника. Оснований для хорошего настроения у медиков области хватает. Успешное выполнение госпрограмм в сфере охраны здоровья населения способствовало улучшению первичной медицинской помощи и сохранению положительной динамики основных медико-демографических показателей. Кроме того, отмечается увеличение количества высокотехнологичных операций, в том числе и на районном уровне. Внедрение и развитие высоких технологий стало возможным благодаря укреплению материально-технической базы и кадрового потенциала медицинских организаций. Укомплектованность учреждений здравоохранения Гомельской области врачами превысила 96%, а средними медицинскими работниками 97%. 30 лет добра и милосердия Гомельское областное отделение Белорусского детского фонда отметило юбилей. Ежегодно благотворительная организация помогает более 12 тысячам ребят. Это поддержка детей-сирот, детей-инвалидов, помощь в творческом развитии юных талантов из малообеспеченных семей. На протяжении 30 лет областное отделение Белорусского детского фонда организует сотни маленьких жителей региона, оздоровление за рубежом и на территории Беларуси. В Беларуси могут сократить сроки планов отключения горячей воды летом. Сейчас Министерство жилищно-коммунального хозяйства совместно с теплоснабжающими организациями проводит соответствующий анализ. Резерв для уменьшения времени отключения заключается в реконструкции сетей, для чего необходимы значительные объемы финансирования. Пока же горячая вода из кранов горожан исчезает на две недели. Правда, иногда она возвращается на пару дней раньше. Зачем отключают горячую воду и является ли это проблемой для гомельчан? Узнала Марина Джалая. Конец весны и летний месяц – традиционное время для проверки ремонта теплосетей. Жителям по две недели оставаться без горячей воды не привыкать, но греть воду в кастрюлях точно не в радость. Кто-то предусмотрительно установил в своих квартирах бойлеры и о такой проблеме забыл навсегда. Но таких – меньшинство. Остальные терпят и задают вопрос, наступит ли время, когда горячую воду отключать не будут или этот период сократится до считанных дней. Причем несколько лет назад горячая вода исчезала на целый месяц. Ее плановое отключение в этом году не превышает двух недель. В некоторых районах Гомеля, например, горячую воду горожанам возвращали и раньше. Проводится, как правило, ремонт в течение 14 календарных дней. Но поставщики тепловой энергии, значит, мирнослужащей организации, они не тянут до 14 дней. Там, где нет проблем, и источники, и сети готовы, они, согласно графику, подключают раньше. Сократить сроки ремонта и увеличить межремонтный период можно фактически одним способом. Для этого все сетевые трубопроводы должны быть заменены предварительно изолированными трубами. Это те же стальные трубы, только с заводской изоляцией. Верхняя полиэтиленовая оболочка предотвращает попадание влаги на трубу. А нет контакта с внешней средой, значит, нет коррозии. Срок службы такой трубы – 50 лет, а обычной стальной – 25. Именно переход на ПИ-трубы позволил уйти от ежегодных гидравлических испытаний в Европе. В Беларуси использовать новое поколение труб начали около пяти лет назад. Сокращение вот этого времени – 14 суток. Мы уже довольно давно практикуем это сокращение. Первое, мы начали это в центральном районе. Там имеются для этого все возможности, потому что все основные стволы и основные отцветления там уже оснащены ПИ-трубами. Соответственно, мы имеем все возможности для того, чтобы после проведения гидравлических испытаний, от которых, как я уже сказал, отказаться нельзя, ну, почти сразу же после окончания этих испытаний начинается включение наших трубопроводов в работу. Ну и, соответственно, если готовы потребители, они тоже могут это делать сразу же после нашего включения. Время, в течение которого производится ремонт и испытание, зависит от состояния теплосетей в том или ином микрорайоне города и в любом случае не превышает 14 суток. Безусловно, там, где теплосети новые, выполняются только профилактические работы. На участках, находящихся длительно в эксплуатации, кроме испытаний ремонта, устраняются выявленные дефекты, в том числе со сменой трубопровода. В трех из пяти районов гомельских тепловых сетей профилактическая проверка уже завершена. Испытание осталось провести еще в двух. На этой неделе горячая вода исчезла в западном районе теплосетей, а в южном отключат 17 июля. В трех районах уже испытания тепловых сетей прошли, осталось еще два района. Расскажите, в этих трех были ли выявлены какие-то нарушения, какие-то проблемы, приходилось ли что-то ремонтировать? Ну, естественно, для этого испытания и проводятся, чтобы выявить слабые места на трубопроводах. Поэтому все повреждения были устранены, и районы были включены в срок. Уйти от отключения воды можно, и создав резервную систему. Это небольшая котельная, которая в период отключения основной системы возьмут обеспечение квартала на себя. В Европе такая практика есть. Однако массово создавать резервные источники вряд ли по карману жильцам. Строительство, эксплуатация, обслуживание и ремонт котельной – дело недешевое. Мы все привыкли к комфорту, против нарушения привычного распорядка жизни. Конечно, трудности человека закаляют и заставляют ценить в простые радости, такие, например, как горячая вода. Кстати, а такой ли уж проблема является двухнедельное отсутствие горячей воды летом, мы решили узнать у гомельчан. Вся ли для вас проблема отключения горячей воды летом? Ну да, конечно, является. Как и для всех жителей, в общем, неделю тяжело жить, конечно, без горячей воды. Ну, конечно, является. Ну, как вы справляетесь с проблемой? Ну, вообще, сначала, как и все, кипятили, но потом к знакомым обращались за помощью. А для вас проблема отключения горячей воды летом? Ну, конечно, мне кажется, как и для любого жителя, любого города, это является проблемой. Но у любой проблемы есть решение. И, как и все, пожалуй, сначала кипятишь воду, как-то стараешься выйти сам из положения, а потом ищешь помощи у родственников, знакомых. У нас старые дома, в них стоит газовая колонка, поэтому проблема отключения воды нас не касается. У нас уже отключили воду, нас это не волнует, мы уже как-то приспособились, все нормально. То есть, не бойлер, ничего, просто по старинке, да, греем воду, моемся? Просто по старинке греем воду, моемся. Ну, для вас... Или идем куда-то там в гости. Повод сходить в гости. Да, тоже очень хорошо. Дело в том, что если это нужно, то 10 дней потерпеть можно, неделю-две. Ну, можно, это необходимо. Очень большая, конечно. Как без воды, девушка? Ну, две недели можно перестерпеть и пережить любому и каждому. Что там уже такая проблема, это воду... Ну, вообще можно было сократить немножко, не две недели, хотя бы дней 5-6. Марина Джала, Валерия Гопанько, Евгений Макенко, Новости недели. Экономический образ мышления, инициативность и самозанятость. То, что активно взялись развивать в Белорусском Союзе женщин. К слову, организация не так давно стала лауреатом премии президента за духовное возрождение. Сегодня региональное отделение готовит сразу несколько масштабных проектов. Среди них поддержка женского предпринимательства, работа со слабослышащей молодежью и сотрудничество с одними из национальных модных брендов. Об этом в интервью программе рассказала председатель Гомельской областной организации БСЖ Галина Пашет. В этом году вы получили специальную награду за верность Белорусскому Союзу женщин. Интересно, а что для вас эта организация и те люди, которые к ней себя причисляют? Знаете, в первую очередь, наверное, получить признание в организации, в обществе, это очень важно. Для меня это ценно, как именно признание моих заслуг перед организацией. Что дала мне эта организация? Это подруг, это коммуникации, это понятие женской дружбы, это возможность участвовать в жизни города, общества, страны, быть причастной к тому, что вообще происходит в стране. А получить награду из рук Марианы Щеткиной, я так понимаю, это было вдвойне приятно? Ну да, это даже было очень красиво, когда на сцене в Дворце Республики, да, это действительно запоминающееся такое событие, я пригласила туда свою дочь, чтобы она тоже порадовалась вместе со мной. В этом же году Белорусский Союз женщин стал лауреатом премии президента за духовное возрождение. Какие из проектов организации, на ваш взгляд, являются наиболее важными для общества? Но опять получить такое признание целой организации, это тоже для нас, для всех, это был целый праздник. Потому что действительно, организация существует больше 25 лет и делается много, и в различных направлениях. Конечно, основное это, наверное, в том числе, в первую очередь, благотворительные различные проекты. Это все проекты, которые связаны со здоровьем женщины. Это противодействие насилию в семье. Вообще, женщина там, где есть проблема, она неравнодушна, она небезразлична. То есть мы участвуем во всем, что происходит, говорим свои веские слова, подключаемся, где-то критикуем, где-то добиваемся. То есть нам интересно все, что интересно вообще в целом в обществе. И там, где есть проблемы, женщины как таковой, это и работа, и семья, и дети, и здоровье, мы всегда там. То есть вы к тому, что женщины наиболее активная часть белорусского общества? Ну да, женщины могут все, мужчины все остальное. В последнее время, это вижу по проектам организации, вплотную взялись за формирование нового экономического мышления и развития женского предпринимательства, это то, что требует время? Безусловно. Понимаете, то время, когда государство было что-то обязано, представить работу, дать какие-то средства, оно уже ушло, и никто никому не должен. Вот это надо даже где-то по большому счету искоренять такое мышление. То есть надо формировать экономический образ мышления. То есть не надо думать, что после института, после школы, надо искать работу, как у нас принято было раньше, а надо создавать самому свое поле деятельности, применять себя в бизнесе, почему нет? Только нужно отдавать себе отчет о том, что это не так просто? Безусловно. Так вот, и эти программы, это направление, как поддержка женского бизнеса, это целое направление. Да, это не один день, не один год. Можно много спорить, можно много критиковать, там, тоже законодательство, но двигаться надо. У нас есть очень яркие, интересные примеры в городе, когда женщина создает, скажем так, с нуля, создает свой бизнес. Пусть небольшой, пусть чисто женский, но она его создает. Да, это действительно показательные примеры и тему для разговора. Кстати говоря, о движении вперед, о новых проектах Белорусского союза женщин, знаю их достаточно много. Среди них партнерство с одним из таких достаточно известных модных брендов. Расскажите об этом. Вы знаете, у нас вообще очень большие планы, очень большие интересные проекты, и причем, что мы это все делаем на волонтерских основах. У нас есть проект по поддержке, по продвижению молодых дизайнеров. Когда один из известных брендов, мы ведем переговоры, соглашается на то, чтобы дать определенный призовой фонд для учащихся профессиональных колледжей, там, отшить те модели, которые будут выбраны победителем. А это вообще реальный шанс для каждого из молодых дизайнеров? Безусловно, это и поддержка бизнеса, и поддержка женского бизнеса. Вообще, ну, чисто женская тема, когда все красивое. Мы же любим все, чтобы было красиво, да. Поэтому, ну, и кроме этого у нас еще масса различных других проектов. У нас мы выиграли международный проект по обучению девушек молодых, именно у кого проблемы со слухом, то есть слабослышащих. У нас неплохие связи международные, скажем, с нашими подругами из Курска. Мы сейчас заявились на совместные проекты, это по менторству, и я надеюсь, что мы выиграем эти проекты, и проект по символам малой родины. А с учетом того, что у нас в Республике Беларусь этот год объявлен годом малой родины, то есть вот это, наверное, будет очень глупо символично, что мы вместе вот с нашей организацией Союза женщин России вот будем продвигать этот проект, ну, в числе и на территории нашей области. Я так понимаю, у журналистов прибавится информационных поводов. За это от нас спасибо. Успехов в делах. И до новых встреч в эфире. Спасибо. В Гомеле состоялась торжественная церемония награждения победителей областного этапа республиканского конкурса «Золотое перо Белой Руси». Дипломы и призы от организаторов получили молодые журналисты, а, возможно, и будущие акулы пера. В числе победителей и финалистов конкурсанты, чьи работы были признаны лучшими в четырех номинациях. Эксперты оценивали глубину подачи печатных, фото и видеоматериалов. Актуальность выбранной темы и креативный авторский подход. Все подробности в репортаже наших корреспондентов. Республиканский конкурс «Золотое перо Белой Руси» ежегодно объединяет инициативных и творческих ребят. Они стремятся отражать в своих проектах только самые актуальные вопросы, выражая авторский взгляд на них. Организаторы отмечают, год за годом увеличивается количество конкурсных работ и глубже раскрывается их тематика. У профессионального жюри все чаще возникают серьезные дебаты при определении победителей. В этом году работы очень были хорошие, их было много, и сложно было оценить среди них лучшие. Поэтому жюри у нас очень строгое, профессиональное, и относились к работам там очень-очень жестко. Поэтому те победители, которые на сегодняшний день и есть, это действительно лучшие из лучших. Награждение победителя областного этапа республиканского конкурса «Золотое перо Белой Руси» второй год подряд развернулось в стенах телерадиокомпании «Гомель» в числе награжденных авторы эссеи, печатных материалов, фотоснимков и видеороликов. К слову, впервые за историю проведения конкурса творческая работа уроженца Гомельской области заняла первое место на республиканском этапе. Моя работа выполнена в форме автобиографического эссе, в который я хотел на собственном примере показать, что в нашей стране есть все возможности и перспективы для саморазвития. Гран-при в номинации «Мастер своего дела» получил наш коллега, исполнительный продюсер, автор цикла телепередачи «Земля наша» Дмитрий Котов в числе награжденных представителей учреждений образования региона. В скором времени работы победителей появятся в СМИ. Между тем, многие юные участники конкурса уже сейчас намерены попробовать свои силы в журналистике. Я заинтересовала сейчас слово «журналист», потому что слово знаю, а саму профессию я никогда не вникала. И очень заинтересовала тем, что это нужно быть всегда в курсе, в центре всех событий, информации. Хочу именно на аудиовизуальную журналистику, на телевидение попробовать свои силы. Надеюсь, все получится. После торжественной церемонии награждения для юных конкурсантов в стенах телерадиокомпании «Гомель» была организована экскурсия, как наглядное введение в профессию. Школьники узнали о радио и телекухне, чтобы взять правильный курс в своих творческих начинаниях. Вероника Ворошилина, Александр Гамоля, Валерий Гопанько. Новости недели. А теперь к новостям культуры. На уходящей неделе в Гомеле выбрали лучшего многодетного отца. В городском центре культуры состоялся финал конкурса «Отцы молодцы». За звание победителя боролись самые ответственные и заботливые мужчины, которые являются поистине достойным примером для своих сыновей и дочерей. А на территории Гомельского дворцово-паркового ансамбля стартовала серия мастер-классов по гончарному ремеслу. В живописном природном антураже парка на протяжении всего лета дети и взрослые могут получить полезные навыки общения с живой глиной и научиться создавать своими руками простейшие гончарные изделия. Подробности у нашего культурного обозревателя Вероники Ворошилины. Гомельская область готовится встретить фестиваль фольклорного искусства «Берегиня». По доброй традиции он развернется на территории Октябрьского района. В программе конкурсные соревнования танцевальных пар и музыкальных коллективов, оригинальные выставочные площадки, увлекательные мастер-классы, яркие концертные выступления и многочисленные другие развлекательные мероприятия. Фестиваль фольклорного искусства «Берегиня» в нашем регионе пройдет с 20 по 24 июня. О чем запомнилась уходящая неделя, расскажем прямо сейчас в нашем культурном обзоре. Сегодня во многих странах мира празднуется Международный день отца. В Гомельском городском центре культуры к этому событию приурочили проведение конкурса «Отцы-молодцы». За звание победителя боролись самые ответственные и заботливые многодетные папы. Финалисты демонстрировали на сцене семейные традиции, творческие и кулинарные способности, а также делились секретами, как стать поистине достойным примером для своих сыновей и дочерей. А на территории Гомельского дворцово-паркового ансамбля стартовала серия мастер-классов по гончарному ремеслу. В живописном природном антураже дети и взрослые учатся создавать собственными руками простейшие изделия из глины. Своими умениями со всеми желающими делится известный гомельский мастер-керамист Павел Гвоздев. Участники мастер-класса получают от общения с живой глиной не только приятные эмоции и новые навыки, но и сувенир на память. Тем временем в Центральной городской библиотеке имени Гирцина можно познакомиться с живописными полотнами студентов Белорусского государственного университета транспорта. Выставка «Натюрморт. Молодые крылья» включила в себя 14 творческих работ, выполненных при помощи акварели и гуаши. Это уже четвертый экспозиционный проект из серии выставок в юбилейный для ВУТО год. А на территории Гомельского государственного университета имени Франциска Скорина состоялась реконструкция походного лагеря конца XIV века. Она была организована общими силами преподавателей учреждения и любителей истории из разных городов Белоруссии. Был полностью восстановлен средневековый быт, одежда и рыцарские поединки. Музей живой истории под открытым небом имел несколько тематических блоков. Например, здесь можно было попробовать средневековую еду и увидеть гардероб женщин того времени. Благодаря подобным реконструкциям организаторам удается поддерживать у молодежи интерес к истории родной земли. Следующая неделя обещает быть не менее яркой. Артисты Гомельской областной филармонии готовятся представить зрителям новую концертную программу. Встреча она пройдет в исполнении солиста филармонии Александра Абросимова в сопровождении камерного хора под управлением Елены Соколовой. А тем временем Сотлогорский районный дом ремесел приглашает на выставку декоративно-прикладного и технического творчества учащихся школ и внешкольных учреждений района. В экспозиции можно увидеть оригинальные рукотворные произведения из дерева, глины и кожи, вязаные куклы, вышитые картины, уникальные сувениры из соломы и бисера. Каждое представленное произведение неповторимо в своем исполнении и несет частичку души юных мастеров. А в Жлобинском государственном историко-краеведческом музее сейчас расположился удивительный уголок дикой природы – выставка-зоопарк «Парад обезьян». Здесь можно увидеть веселых обезьянок, шиншил, попугаев, лемура-дикобраза и других представителей тропической фауны. Выставка носит интерактивный характер под присмотром администраторов. Юные посетители могут животных гладить, брать руки, фотографировать и даже кормить. С самыми интересными культурными событиями региона вас знакомили Вероника Ворошилина и Павел Антонов. Обзор подготовлен специально для программы «Новости недели». На этом у меня все. Мы встретимся вновь в следующее воскресенье, чтобы вместе подвести итоги недели. До свидания.